А вы следите за анонсами, да? Сегодня восьмая лекция и мы решили на совете семинаристов в МХФ решили, что пора вас как-то мотивировать и в следующий раз мы вам озвучим ваши оценки за контесты, ваши оценки за практические по тому, что у вас есть в репозиториях, чтобы вы озаботились. Те, кто сходили на лекцию, услышали об этом, те, кто не сходили, не услышали, так что все по-честному. Так, давайте сортировать. Первая сортировка, которую мы сегодня проходим, это сортировка выбором. Логика сортировки выбором. Стройсолдат. Стоит стройсолдат. И надо оставить их всех по росту. Помните сортировку вставками. Мы все время поддерживали ту часть, которая у нас уже есть, отсортированной. Добавляя следующий элемент. Ясна логика, да? В какую-то часть массива, которая отсортирована, а у нас, например, первый человек сам в себе уже отсортирован. Поэтому я то же самое начинаю с того, что у меня уже один элемент отсортирован. В сортировке вставками мы расширяли отсортируемую часть массива, добавляя следующий элемент. И мы не очень... Скажем так, сортировка вставками может быть неплохой, например, когда мы еще не имеем массива с данными, а мы получаем значения, и хотим их сразу иметь в отсортированном виде. Например, если нам нужно прямо в процессе отслеживать какую-нибудь медиану или что-нибудь еще там, или всегда быть готовым выдать отсортированный список. В любой момент, а данные поступили еще не все. А в сортировке выбором мы тоже будем расширять отсортируемую часть массива, которая, собственно, уже отсортирована. Но и каждый раз на одного человечка, на одну позицию. Но вставлять будем не следующее. Не следующее. Начинается с того, что разыскивается тот человечек, который окончательно должен от себя встать. То есть первую позицию должен какой-то человек встать. И больше мы эту позицию не трогаем. Самый маленький находится за один проход. Скорость поиска какая? Н пополам, пропорционально длине массива. То есть столько сравнений, сколько длина массива, столько нам надо сделать. О, нашелся. И этот человечек встает, соответственно, на место вот этого. А этому деваться некуда, он встает на его место. Поэтому они у нас... Поэтому в сортировке выбором получается, что первый элемент, хотя он как бы для сортировки вставками уже отсортирован, а здесь нет. Здесь надо, чтобы первый элемент все-таки встать сразу того, кого надо. Соответственно, следующая позиция. Здесь все, эту часть массива мы больше вообще трогать не будем. Следующую позицию. Ищем, кто туда должен встать. Смотрим. Ага, вот этот. Он лучший кандидат, чем вот этот. Спать не обязательно. Так вот, он лучший. Поэтому мы еще не просмотрели всех, но мы поменяем их местами. Поменяем их местами. Дальше. Этот сравниваем с вот этим, да? Нет, он хуже. Сравниваем с этим. Нет, он хуже. Все, оставим. Причем я уже точно знаю, что здесь стоит тот, кто должен стоять именно здесь, и баска. Здесь из оставшихся минимальный. Здесь снова я пробегаю, ищу минимум, и сюда его вставляю. Тоже из оставшихся минимальный. Сюда встает. Этот нет, этот да, они меняются местами. А дальше, вот эта позиция, да, здесь сравниваю с вот этим, и они меняются местами. Все, человечки отсоркированы. Записывается сортировка выборов очень легко. Форм. Ай. Ин рейндж. Значит, теперь смотрите. Давайте не ай, а поз я назову. Собственно, позиция, в которую я буду вставлять этот самый минимум. начальное значение временного минимума у меня будет, ну, тот, кто в этой позиции и так стоит. Так вот, эти позиции должны пробежаться от нулевой до какой? до N-1. До N-1. Прошу прощения, второй. N-1 это последний. До N-2. Да? N-1 это вот. Сего N. Ясно, да? Это почему? Потому что вот этот человечек будет отсортирован автоматически. То есть, его уже не с кем сравнивать, для него минимального искать уже просто нет. Поэтому, от нуля до чего? До N-1 не включительно. Теперь, кого я буду туда пытаться поставить? 4I in range. В каком диапазоне я буду искать минимума? Это очень важно. Не во всем массиве я ищу минимального, а только в той, кто правее текущей позиции. То есть, если поз равно, например, 1, то я должен начинать с какой позиции? С поз плюс 1. Поэтому поз плюс 1 докуда? Вот здесь, до конца, до упора, до N не включительно. Чтобы N-1 элемент был задет. Запятая N двоеточие. И дальше что мы делаем? если у меня элемент в позиции I оказался лучшим минимумом, то есть, он переборол на минимальность того, кто сейчас стоит в позиции временного минимума, в этом случае он встает на его место. я классический алгоритм напишу. TMP равно A и ты, а и ты равно апостой и апостой равно TMP. все, поменял значение. Все. Он записывается существенно короче алгоритма сортировки вставками, в этом его плюс. Вы тоже видите здесь два вложенных циклофор и, если посчитать, асимптотика та же самая. Это получается асимптотика O от N квадрат. Следующая сортировка это сортировка методом пузырька или bubble sort. Сортировка методом пузырька. Ну что, давайте опять человечков нарисуем. Поставить по порядку. в этом случае проход будет осуществляться будет производиться следующий сортирующий проход. Мы проходим и сортируем, наводим порядок. От начала до конца. Раз, два, три. А в чем, собственно, сортирующий проход будет состоять? я буду сравнивать. Вы, ребята, правильно стоите. Представьте себе, что прапорщик, который расставляет этих солдат, близорубь. Он не может вдаль смотреть и видеть. Ему нужно реально подойти и посмотреть. Он не может, ну реально, представьте себе, сравнивать далеко стоящих людей. Уже нужно все равно подойти, сравнить. Они же не сильно отличаются, да? Это целое действие. А ну-ка, иди сюда, а ты иди сюда. вот такие структуры данных, в которых элемент достается немгновенно со своей позиции, существует. При этом они упорядочены. Например, это динамические глусвязные или односвязные списки. Ну, можно вытащить пятый или там 125 элемент, но вам на это понадобится возможно 125 операций. Понимаете? То есть у массива это как в кристалле. Вы сразу знаете, 125, вы так раз, и у вас есть сразу адрес этого элемента в памяти. И память его отдает мгновенно, потому что Random Access Memory память произвольного доступа. Понятно, да? А бывает структура данных, где накладной расход вот этот существенный. Ну, или вот, я говорю, близоруки прапорщик. Он не видит далеко, сравнивать вот так вот на глаз не умеет. Что он будет делать? Он будет сравнивать так, ребята, это вы как, по порядку стоите или нет? А, ну, вы по порядку. Хорошо, вас пропускаем. А вы по порядку? Не, вы не по порядку, поменялись местами. И он их меняет местами. Соседние. Понятно? То есть, обмен произошел между соседями. У соседних поменять много ресурсов не надо. Следующие, да, он смотрит по порядку, по порядку. Все отлично, да? Следующих вот не по порядку, не по порядку, не по порядку. И расставлять по порядку. Порядка стало больше? В целом, да. В целом, да. Ну, вот как охарактеризовать, что же произошло достоверно? То есть, изменения произошли, так сказать, практически во всем массиве. Я везде стирал и перерисовываю, кроме первого человечка. Везде что-то произошло. есть ли что-то, в чем мы можем быть уверены? Некоторая доказательная сила этого алгоритма. Девочки, а можно тетрадочку убрать из-под парки? Нехорошо. да, да, да. То есть, есть, по крайней мере, одно, да, правда. Один элемент точно ушел вот сюда. Самый старший элемент, самый большой, точно ушел в конец. Но важно то, что кроме этого тоже кое-что произошло. Понимаете? то есть, она затрачено время какое? Равное количеству элементов. Ну, там, минус один, ну, плюс на сравнение, до перестановки потенциально, то есть, ну, до четырех операций на 4 умножить на N-1. Ну, порядка N, короче, пропорционально линейно. И у нас то же самое, как с минимумом, только у нас максимум и цене. Так, ну, сколько еще осталось таких проходов прогонов, проходов этого прапорчика сначала ну, очевидно, N-1. Если первая позиция у него раз, да, два, три, четыре, а этот автоматически. Ну, как если 4, N-1, N-1 такой проход. Я так и назову проход. Фор, проход. Я начну с первого. Хочу, сейчас с первого. Считать, что я заканчиваю N-1, то есть, как раз N-1. N-1. N-1 штука проходов. И дальше что я делаю? Я просматриваю места 4I in range. Дальше смотрите. Прапорщик все время будет работать с двумя соседними солдатами. вот. И ты и и и плюс первый. Потом снова и ты и и плюс первый. И ты и плюс первый. То есть, для каждого и он будет также смотреть на и плюс первый. Чтобы не было выхода за границу массива, и не должен достигать вот этого. Иначе он и плюс первым попытается взять ниоткуда. поэтому И заканчивается на N-2 фактически. 0, 1, N-2, N-1 элемент. Соответственно, И должен закончиться на N-2, учитывая то, что range верхняя граница не считается. И получается, что от чего? От начала. Всегда от начала начинается. Поэтому я не пишу первый 0 и сразу пишу до N-1 не включительно. Но тут есть такая тонкость. Можно сделать поправку. Вы не замалевываете, не стираете корректором, а именно зачерпните аккуратно и делайте поправку. На первом проходе это так. На втором проходе, давайте его совершим, вот этих двоих меняем, меняем местами. Раз, два, следующих нормально стоят, эти ненормально стоят, меняем местами. А этих сравнивать уже не надо. Почему? Потому что мы уже сказали, что самый большой пузырек поднялся в конец массива. Потому он и называется метод пузырька. И, собственно, на втором проходит. То есть я, короче говоря, могу сделать второй проход до уже N-2 элемента. до N-3, до N-3 или N-2 не включительно. Короче говоря, вместо единички здесь можно написать N-проход. Я специально поэтому начал его отсчитывать это единички. Ясно? Теперь что мы делаем? Переставляем. Переставляем мы соседний. Если прапорщик когда переставляет? Когда порядок ненормальный. То есть если я сортирую по возрастанию, то ненормальным порядком является вот такой, когда A-I больше, чем A-I плюс первый. То есть он вот так вот. В этом случае их надо переставлять. Не проблема. T-M-P равно A-I A-I равно A-I плюс первый A-I плюс первый равно T-M-P Все. Вас не должно смутить. Я не буду сейчас точно считать это не уверен. Что асимптотика этой сортировки О-A-T-N-квадрат. Они похожи друг на друга очень. То есть в зрении реализации. Видите, да? То есть если бы я не назвал здесь поз а здесь проход а назвал бы И и Ж то вы бы или там И и К то вы бы их с трудом отличали наверное. Но путать их нельзя. То есть нельзя вот эти вот значения откуда докуда брать отсюда одно а другое от другого. Поэтому держите в голове какой алгоритм вы хотите сделать. думайте головой собственно о происходящем и называйте даже счетчики переменные счетчики называйте как-то разумно. Еще раз сортировки методом пузырька бывает применима тогда когда любая другая сортировка включая самые лучшие не дает ничего хорошего. Неприменима из-за того что структура данных не позволяет доставать дальние элементы. Так поехали дальше. Следующая сортировка с тем же самым близоруким прапорщиком называется сортировка дурака. Это искусственная сортировка чтобы у вас не было ощущение что вот только N квадрат и N квадрат возникают. Нет можно придумать и другую сортировку. В этом случае прапорщик рано радуется. Не рано радуется. То есть он каждый раз когда делает перестановку он буйно радуется празднует и забывает где он только что переставлял. Где только что была совершена перестановка. терпировка дурака фуллсорт. Я не буду уже на человечках рисовать или на тех же покажу. смысл тот, что он добежал до первой перестановки записывается она посложнее немножко. Каким образом? Заводится флаговая перемен сортим равно труб. Но логично если я еще не смотрел на строй солдат предположить что он отсортирован. И по мере движения этого дурак но оптимист и по мере движения вдоль строя он при первом же случае как только он убедился что собственно он ошибся но что делает он отмечает что собственно нет и начинает дальше еще раз и так так сейчас секундочку сейчас секундочку может быть без нее даже можно сейчас давайте попробуем может быть и без нее я может уберу и так позиция в которой я сейчас нахожусь давайте и назову равно нулю дальше когда он должен обрадоваться когда он этим и дошел до вот этого человека это значит что все предыдущие уже отсортировались отсортированы даже вот эти два стоят в полном порядке потому что иначе бы он прервал и начал бы снова сначала поэтому он будет у нас делать пока и меньше чем n-1 н-1 меньше чем н-1 дальше что он делает если а и ты у нас а и ты меньше чем а жит а и плюс первое прошу прощения если они стоят в правильном порядке то он что делает проходит дальше то есть и плюс равно 1 увеличивает и на единичку и собственно на этом он продолжает то есть он поедет дальше а иначе если они стоят неправильно то что он делает поменять их местами тмп равно а и ты а и ты равно а и плюс первой а и плюс первой равно тмп окей соответственно по-моему сорт это не нужен не нужен а стоп стоп забыл он обменял их местами и забывает вот я забыл забыть и забывает где он только что был возвращается к самому началу и равно нулю то есть после любого обмена и равно нулю да и булевская переменная сорт это не нужна потому что здесь я фактом переменной и контролирую все полчаса попроще еще так вот несмотря на то что здесь мы видим один единственный цикл while и нет циклов for совсем тем не менее можно построить такой случай в котором мы увидим кубическую асимптотику как выглядит этот самый плохой случай точно так же как для сортировки методом пузырька это полностью обратно расположенный строй солдат что он делает он видит двух человек асимптотику меняет их местами то есть я не на человечках а на на таком проходе например массив в котором индексы растут индиимер 0 1 2 3 4 соответственно у меня тут какие-то элементы и половине 5 4 3 2 что он делает он увидит о надо поменять местами и меняет их местами 4 5 3 2 и забывает где он был начинает сначала и равно нулю снова проверяет нормально стоят нормально стоят проверяет нормально стоят ненормально стоят меняет их местами 5 3 Забывает, где он был И снова начинает Нормально сказать, ненормально сказать Получается, что Давайте сейчас я покажу на каком-нибудь кусочке Этого процесса Допустим, он уже сортировал Вот этих вот А потом берет вот этого человечка, который самый маленький Это число 2 Что получается? На то, чтобы вообще достигнуть Этого числа 2 Ему нужно И операцию На то, чтобы его достигнуть И дальше будет происходить следующее За каждую операцию В человеке будет смещаться Еще и еще в начало Но эта операция Не такая, а знаете А вот проход Доходит до человека И бросает, вместо того, чтобы его сразу поставить В начало Раз, 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 раз И постепенно Если я простюнирую Альтернатическую прогрессию Я получу Что? Наверное, квадрат пополам Этого нет, наверное, уходим пополам Вот И это только на одного Это дело нужно еще размножить Сверхи Сейчас не будем Подмачки Я Не буду Подмачки Вот Есть Разные Учебные варианты Улучшения с маркировкой метода Путинка Ну вот Есть улучшения Есть улучшения Есть попытки улучшения Например, можно отсортировать Вначале сортирующий проход слева направо Потом справа налево Слева направо Справа налево Есть сортировка, которая Не является сортировкой пузырька Но подобно ей А сортировка шелла Но она теряет главное преимущество Вот этот ближний порядок То есть прапорщик уже должен быть не близоруким В ней просматриваются элементы С некоторым как бы решеткой Расческой Такой вот Первый Пятый Девятый Нулевой Пятый Десятый Да Потом Каждый четвертый Каждый третий То есть некоторая последовательность В этих проходах Она сходится Мы не будем ее счастровывать В этих третий Попустим Сортировку методов пузырька И еще Есть другие квадратичные сортировки Оказывается В некоторых ситуациях В некоторых ситуациях Можно сортировку улучшить радикально Ну вот вы видите Да Симптотика Ну n квадрат Это хорошая симптотика Соответственно Десять элементов Сколько операций Сто Двадцать элементов Сколько операций Ну примерно Да Порядка четырехсот Тридцать элементов Заближе тысячи делали В общем Как-то грустно становится Если нам много элементов Отсортировать Ну и вот я вам Дам такую задачу Отсортировать Сортировкой пузырька Простите, что я эту Докторую Откручивается Отсортировать Вот эти числа Ну только прикинуть Что тут их порядка Двадцати пяти-тридцати И на сортировку метода пузырька Вот этих чисел Уйдет продолжительное время Но Можно смекнуть Что здесь Собственно Числа-то все маленькие Собственно Это даже не числа А цифры Цифр всего не так много Сколько? Десять штук 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 И я буду Сейчас Галочки ставить Просто Переотвечать А, да Итак, поехали Я Сделаю это За N операцию Итак, поехали Я контролирую пальцем Положение На цифре Считываю А это у меня заготовленный массив Это инвекс Это подмассив А я вот этот массив Это массив Счетчиков Цифров Он небольшой Десять чисел Поехали Единичка Значит, первый элемент Слюс один Ну, я так галочку Двоечка Троечка Двоечка Двоечка Нолик Семерка Честерка Пятерка Двойка Тройка Я озвучу вопрос Который был задан Как Обрабатывать ситуацию Если функцию Вызвались Не тем типом Который мы подозревали То есть мы Например, писали функцию Для сортировки списка чисел А ей сунули список строк Или вообще не список А что-то другое Другого типа В питоне же никак не описывается Тип Параметра у функции Кроме комментария Кроме документ функции Который описывает Для человека Это дело Вот И никакой компилятор Не проверяет То есть это вы узнаете В какой момент Реально в момент выполнения Да, питон таков Вы узнаете об ошибках Когда реально Начинаете тестировать Когда доходит До выполнения Этой строчки Кода Именно в этот момент Происходит вываливание Ошибки Причем Действительно Может в какой-то момент Оно еще успеет Какое-то количество операций Сделать без ошибок То есть оно сумеет Сложить там строки Или сравнить строки А вы думаете Что это числа Да, а тут в какой-то момент Вы вычитаете строки И оно не работает И вы видите ошибку Именно в этот момент Когда уже Какая-то предыстория Случилась Ничего страшного Ничего страшного Пока вы не выпустили Программу на рынок Пока она не служит Реальным прикладным целям Все падения программы Не считаются Намного лучше Намного лучше Ситуация Когда программа Из-за ошибки Прекращает работу Чем случай Когда программа Продолжает работу Сглотнув ошибку Понимаете Представьте себе Такую ситуацию Что у вас едет Автоматический Робот-комбайн Который Пусть шнется Обрабатывает Жнет Шнется И в какой-то момент Случается Какой-то факт От пусты Поле загорается Или у него все Там он наезжает На какой-нибудь Столб железный И у него полностью Ломается Не знаю Как это называется Железо А он продолжает Ехать Не обращая внимания Он продолжает И вы узнаете Об этой ошибке Когда давным-давно Все Поле сгорело Сгорело Или там все Это Поле покош То есть Он съездил Потратил весь бензин Все там Ну ладно Пошел Ошибка Которую Он не заметил Намного хуже Чем ошибка Вовремя Обнаруженная И из-за этого Он выдает Отказ Вообще Вообще В первую очередь Когда ранний Отказ При обнаружении На ошибке Позволяет вам Отлаживаться То есть На этапе Отладки Когда еще Программный продукт Не выпущен В мир Вы Заранее Тестируете На ошибке И мало того Что вы Делаете Программу Неустойчивой Вы Дополнительно Она и так Неустойчива Где-то там Что-то не то А вы ее дополнительно Делаете Неустойчивой И вот собственно Методику Которую я предложил Если уж вы хотите Отслеживать тип Пожалуйста Берете И прямо На входе В функцию Делаете Ассерв Да вот У нас есть Какая-нибудь функция Не знаю Сорт Сорт Numbers Ну допустим Я захотел Именно числа Сортировать Вот только числа И я что делаю Я говорю Ассерт Я утверждаю Ассертшн Это утверждение Я утверждаю Что тип Да А Нулевого Да Равно-равно Ну там нужно Точную строчку Написать Потому что Не Там да Там класс Как-то там Инт Ну я сейчас Не это Не помню Что-то сейчас Правильно Да Произойдет Когда исполнитель Идет Что произойдет Из-за Прочтения Шир Идет Произвать Сортировать Но это же Хорошо Вы увидите Срочные Сорвки Вы увидите Эксивы А если Вы научитесь Поймать Программу Более С другой стороны Коррекция Вот Услышишь Это Мало Важно Закончить Работу С потерями С порезами Там Как Главное Добежать До финиша Знаете Даже Если Что-то Там Не совсем А с другой Стороны Коррекция Важнее Корректно Решить Задачу Чем Решить Ее Ошибки Корректно Решение И Устойчивость В отношении С ошибками Вещи Противоположные Другому Понятно В разных Противоположные Противоположные Надо Реализовать Сортировку Но Перед этим Я хочу Сказать Про Юмину Отсортируйте Этой Сортировкой Числа Например 7 1 512 И 18 753 648 428 Всего 4 числа Старфировка Пузырьком Сделает Это За Меньше Что 16 Порядка 10 Итераций Да Прямо Скажем Она Сделает Это За Одну Итерацию Она Сделает Собственно Раз Хорошая Сортировка Пузырьком Раз А потом Посмотрит Что Больше Замен И Закончит Но Это Одна Из Оптимизаций Которая Проверяет Были Ли Вообще Замены Поэтому Хорошая Сортировка Пузырьком Сделает За Одну Итерацию И Одну Поверку Н Операции Четыре Ну пять Операции А сортировка Подсчетом Что она будет делать Вы Не догадаетесь Где она Тормознет Дело в том Что вам Надо Создать Массив Счетчик Вот этот Самый И вам Надо Занулить Эти счетчики Чтоб Каждый Счетчик Для каждого Числа Был В начале Ноль То есть Она Затормозит Не в процессе Вот этого Движения По Ходу Этих Чисел А в процессе Зануления Этих Сто Миллиардов Счетчиков Двести Миллиардов Счетчиков Словарь Это Мысль Хорошая Но Словарь Что-то Неупорядоченный Ключи В словаре Лежат Неупорядоченные Чтоб Вы Знали Тут Могла бы Помочь Какая-нибудь Штука Типа Красно-черного Дерева Двоичного Дерева Поиска Но Вы про это Вообще Не знаете Пока Еще рано Вот Но В любом Случае Не работает Короче говоря И Сколько Вам Памяти Надо То есть Множество Ключей Настолько Велико Оказалось Что Совершенно Нереально Сортировать Это И Неразумно То есть У нее Есть Своя Область Переменимости Во-первых А Множество Потенциальных Ключей Невелико То есть Чтоб Хватило Хотя бы Оперативной Памяти А тут Можно Прикинь Хватили Оперативной Памяти Да Сто Миллиардов Да Сколько А Четырнадцать Восемь Двадцать Миллиардов Двадцать Миллиардов То хотя бы По одному Байту На счетчик Надо Лучше бы По четыре Чтобы Интержер Был Да А в Питоне Там еще Побольше Ну По восемь То есть Восемь И двадцать Миллиардов Значит Что Миллион Это Мегабайт Ну Примерно Мегабайт Да Гебебайт То есть Порядка Двадцать Восемь Ста Как получается Штилисти Гебебайт Памяти Надо Под хранение Этих Нулей В общем Это Просто Нужно Думать Когда И Использовать Если У вас Например Сортируемых Чисел Всего Тысяча От Нуля До Тысячи Потенциальное Значение Ключа Без Проблем Если Это Даже Строки Но Видов Строк У вас Маленькое Количество Тоже Никаких Проблем То есть У вас Десять Двадцать Сто Строк Пожалуйста Сортировка Подсчета Может Это Реализовать Или Вам Нужно Посчитать Количество Частот Символов Никаких Проблем И Еще Первый Этап Собственно Подсчет Частот Может Применяться Отдельно Не Тогда Когда Нам Надо Сортировать А Тогда Когда Нам Просто Узнать Подсчет На Частот На Анализ Частот Ну И Сот Частот Подсчет Давайте Напишем Поехали Для начала Счетчики Я Их Назову Frequency Ну Как Частота Хотя Надо Понимать Что Это Не Дробная Доля А Просто Количество Штук Frequency И Я Сейчас Это Буду Делать Для Цифр То Вот Именно Для Вот Этого Случа Значит Что Я Делаю Я Заготавливаю Массивчик Состоящий Из Нулей В Котором Собственно Этих Нулей 10 Штук Вот Для Индексов От Я Что Делаю Я Считываю Вот Эти Числа Они Могут Быть Даже Не В Массиве Я Буду Считать Что В Массиве Или Не В Массиве Лучше Частота Была И Красота Не В Массиве Они Проступают Одно За Одним Каждое В Новое Страке Соответственно Что Я Делаю Ну Вообще Можно Пока Не Терминальный Символ Давайте Один Делаю Я Считаю Диджит Диджит Равно Инт Инпут Дальше Пока Диджит Ну Кстати Могут Воспользоваться Здесь Питоновским Больше Меньше Красивым Да То есть Пока Он Как раз Допустимо От Нуля Диджит Меньше Либо Равно Девяти Питоновская Красота Двойные Сравнения В Питоне Это работает Нормальный Тайм Математический Так вот Что я делаю Во-первых Я должен Засчитать Этот Символ Увеличить Как засчитать Увеличить Его Частоту Приквенти Для Диджит Плюс Равно Один Плюс Читать Следующий Так Диджит Равно Ин От Ин Все На этот момент Окончание Вайла Все частоты Посчитаны Для каждого Символа Остается только Их вывести Если Делаю Сортировку Тогда Что я делаю Если я делаю Сортировку Выводим На экран В отсортированном Виде Я даже не буду Опять же Раскладывать Это обратно В массив Что я делаю 4 Диджит In Range От Нуля До Вести Не включительно И что я делаю Для каждой Цифры Что Печатаю Соответствующее Количество Раз Это можно Сделать проще Чем я собрался Это сделать Это можно Сделать Одним Принтом Принт Что я хочу Я хочу Их впечатать Через пробел Я хочу Их впечатать Что Развернуть Массив Из Список Из Диджитов Которые Вот так Вот делаю Звездочка Диджит Да Который Я повторил Столько раз Чему равно Фреквенси От Диджит Помните Да Что Это Звездочка Делает Нет Пояснение Если у меня Есть Список А Есть Некоторая Функция И я Хочу Отправить Функция Которая Потребляет Как раз Три аргумента Ну либо Неопределенное Количество Аргументов Как-то Делает Функция Принт И я Хочу Ей Засунуть А Нулевой А Первый А Второй Ну и до конца Списка Да В данном случае Это все Конец Вот так Через запятую По порядку Список То я Вместо Вот этого Могу взять Вместо Вот этого Сказать Звездочка А Это значит Вывернуть Вот сюда Содержимое Списка В качестве Аргумента Самый Быстрый Способ Распечатать Массив Через Пробел С концом Строки Принт Звездочка А Понятно Да Понятно Непонятно А это Умножение Это Список Коротенький Умножается На Число Ой Слушайте Я ошибся Фреквенция Это же не функция Это Массив Поэтому Здесь Обращение По индексу Обратите Внимание Что вот Это В квадратных Скобках Диджит И вот Это Разные Вещи Это Обращение К индексу Вот этого Массива Взятие Оттуда Значение Числа Вот этого Числа Соответственно А это Собственно Создается Массив Из одного Элемента Да Создается Массив Из одного Элемента Содержащего Диджит Как число Ясно Синтаксис Понятен Иван Чеботарев Синтаксис Понятен Окей Все Преимущества Обсудили Недостатки Обсудили Поехали дальше А вот Все-таки Хотелось бы А вот Хотелось бы Как-то Применить Преимущества Сортировки Подсчетом И не Ограничиваться Таким Количеством Чисел То есть Что Ключей Так мало Ну то есть Хотя бы Уж целые Числа Там Инты Там Ну 30 тысяч Чтоб там Миллион Ну или даже Миллиард Чтобы можно было Отсортировать За разумное Время Вот Для целых Чисел То есть Их дискретное Количество Целые Числа Ну вот Но И тут Приходит Такая штука Как Паразрядная Сортировка Для начала Анонс Какая Будет Достигнута Асимптотика Да Сразу Минусы Минус Только Для Целых Чисел Только Для Целых Чисел Или Коротких Строк Для Коротких Строк Она Может Иметь Смысл Для Строк Длинных Нет Сейчас Поймете Почему И для Чисел Флот Она Тоже Неприменимо Числа Могут Меленько Отличаться Друг от друга Может На порядке Отличаться Друг от друга Про то Как хранится Число Флот Вы узнаете На следующей Практической Работе Так Плюс У нее Это ее Асимптотика Она равна О От Н Умножить На М Она Не Однопроходная Но Она Как бы Линейная Но Правда Есть Тонкость Умножить На М Где М Это Длина Числа Длина Числа В его Соответствующей Записи Ну Либо В двоичной Системе Счисления Либо В десятичной Там В общем Как вам Удобно Но Я буду Делать Двоичной Системе Числи Сейчас Разберемся Как вам Удобнее Я Рисовать Сейчас Буду Для десятичной Пример Работы А уж Потом Разберемся Ясно Да То есть Если числа Относительно Короткие И М У меня Ну Десять Символов Цифр В числе Ну Двадцать А количество Сортируемых Чисел Миллион То Миллион Умножить На двадцать Это Хорошо Это Очень Приемлемо А лучше На десять Ясно Вот А если У меня Струруемых Чисел Может быть И не Так Много А Сами Числа Все-таки Различают То есть Вот Как-то Ситуация Была Совсем Предельная Да Один Там Два Три И Сколько Миллиардов Там Количество Цифр У меня Было Сколько Одиннадцать Штук Ну Не так Страшно Но Все-таки Одиннадцать Умножить На четыре Начинает Больше Одиннадцать Играть Чем Четыре Четыре В квадрате Было Бо Меньше Ясно Ладно Ну И с длинными Строками Тоже Понятно Почему Длинная Строка Она Ну Просто Не годится Так Технический Момент Проверим О Кончается Сейчас Прекратит Ладно Поехали Пример Я Приведу Несколько Чисел Мне нужно Еще Несколько Чисел Поэтому Я запишу Вторым Рядом Например Ну Вот Как-то Так Ну И Давайте Еще Число Семь Сортировка Начинается С Младшего Разряда Давайте Говорит Сортировка Поразрядная Давайте Отсортируем Всех По Младшему Разряду Будем Смотреть На все Числа По Модулю 10 При этом Сделаем Это Так Чтобы Исходный Их Порядок Не Испортить Будем Раскладывать Их На Кучки То есть Я заведу Себе Дополнительные 10 Кучек Да В Двоичной Системе Лучше Там Две Кучки Ну Сейчас Десятичные И Раскладываю С цифрой Ноль У меня Берем Первое число С цифрой Нашлось Записываем Его Сюда Дальше Есть Прошу прощения Прям по порядку Я Зря Это число Я записываю В эту кучку На 753 И это число Я записываю В эту кучку 58 Потому что Оно заканчивается На 8 Дальше Вот это число 236 Его записываем В 6 236 На это число Смотрим Это 0 По модулю Это у нас А я его уже вписал 18 Это у нас 8 Значит 18 Дальше 211 Это 1 По модулю 10 Значит сюда 211 214 Это 4 214 Дальше 758 Это Что у нас Вот в эту кучку Это восьмерка 758 812 Это 2 По модулю 10 Соответственно сюда 812 И 7 Это 7 По модулю 10 Она сюда Дальше Все эти кучки Я просто Стыкую Друг за другом По порядку Запишем Что из этого получится Так Записываем Вот здесь Вот тут я запишу Пойдем по порядку 200 211 812 753 214 236 7 58 18 758 Ну придется перенести 58 18 758 Знаете что я вам скажу Вот если в сортировке пузырьком Еще можно разглядеть Что произошло То что там Да Самый большой элемент Встал в конец То тут Ощущение Что числа отсортированы Хотя бы как-то Не возникает То есть чувство Что стало чуть ли не хуже То есть они как были Рандомом условно Так и остались Правда Но все-таки Я прошу вас обратить внимание Здесь я специально Сделал такие Которые начинаются Одинаково 211 214 И обратите внимание Что эти два числа Уже отсортированы правильно Числа с одинаковым префиксом И только разными окончаниями Уже отсортированы правильно То есть Вот они Друг относительно друга Уже разложены И та же ситуация Если тут есть еще какие-то числа Которые начинаются одинаково 753 758 Смотрим 753 758 Вот он по восьмерочке И троечки Они отсортированы Следующая итерация Еще раз Теперь по Какому разряду По второму Раскладываем на те же 10 кучек Но по второму разряду То есть мы Отбрасывая десятку Последнюю цифру Смотрим на цифру 2 Поехали 200 куда записываем? Сюда 2, 0, 0 Дальше 2 211 Это 1 Цифра Дальше 812 Это 1 753 Это 5 Дальше 214 Это 1 Дальше 236 Это 3 236 Дальше 7 Это 0 Ну правда Это 0 уже Да? Если честно Отбросить последнюю цифру И взять следующую 0 Так Дальше Что это 58 Это 5 Следующее 18 Это 1 1 И 758 Это 5 758 758 Упорядочено Упорядочено правильно Но это случайность Они могли быть Ровно наоборот Теперь дальше Теперь дальше Я могу Я не буду сейчас трогать Чтобы у вас не возникало Вы же переписываете Так Все Склеиваем обратно все эти кучки Следующая итерация 200 200 7 211 812 214 18 236 753 58 758 Опять Опять Пока нет ощущения Упорядоченности Хотя Вот тут уже можно заметить Что все Двузначные числа И меньше Уже упорядочены Вот все Двузначные И меньше Уже упорядочены То есть Например 7 18 58 Они уже в порядке В правильном идут И опять же Все у которых Повторяющиеся префиксы То есть Ну например Все у которых 200 Да Вот все где 200 Они у тебя Ну они у меня и так Опять же были упорядочены Кроме 236 Но они уже тоже упорядочены Видите 200 211 214 236 То есть порядок На самом деле Начинается Порядок возникает постепенно От младших цифр К старшим Это важно Не от старших Надо сортировать От младших И последняя итерация Которая и будет победной Третья У меня трехзначные цифры Это раз проход Два проход Всего лишь И на третий проход У нас все сортируется Поехали Смотрим только на третью справа цифру Для двузначных и однозначных Это ноль Итак Что у меня 200 Это два Два ноль ноль Семь Это ноль Да У него Сотен ноль 211 Это сюда Дальше 812 Это восемь 214 Это сюда 18 Это ноль Дальше 236 Это двести Тридцать шесть Два Дальше 753 Это семьсот Пятьдесят три Пятьдесят восемь Это ноль И Семьсот пятьдесят восемь Это семь Семьсот пятьдесят восемь Склеиваем Все Вот первая кучка Семь Восемнадцать Пятьдесят восемь Двести Двести Одиннадцать Двести Четвернадцать Двести Тридцать шесть Семьсот Пятьдесят Три Семьсот Пятьдесят Восемь Восемьсот Двенадцать